Друзья, начнем с громкого заявления. С этой минуты наша программа перестает быть юмористической. Хватит хиханек-хаханек. Ну что, пора уже становиться серьезными журналистами. Переста... Да хватит, да перестаньте... Ну не плачьте, ну... Да шутка, шутка! Все, вы вернулись в тот формат. Быстро же, не успели поменяться. Начнем с рубрики Дичь дня. Реабилитируемся. Самые смешные новости расскажет Роман Корнеев. Все, все, все. Спокойствие. Дичь дня. Первый заголовок, поехали. Службе крови Кировской области исполнилось 80 лет. И я точно знаю, какая песня будет играть у них на корпоративе. И исполнят эту песню коллектив под названием Резус Фактор 2. Как сообщает Мария-ФМ, предприниматели узнают, как подключить электроэнергию. Краткое содержание этой лекции. Следующий заголовок. Вятский модник агитирует за безопасность при паводке. Самое главное в этой новости, это то, что Виктор жив. Мы очень рады, что с вами, Вятский модник. Все хорошо, заходите в гости. А то еще давно не было, уже слухи плохие ходили. И, наконец, новость из рубрики. Навальному нравится, Навальный улыбается. Как сообщает Ньюслер, Путин пойдет под суд. Ребята, это не я придумал. Это было в Ньюслере, напечатано. Это по другому Путина. Просто фамилия у него такая же. Он сам из Чепецкой просто взял фамилию. Откнись и повернись в профиль. Это была рубрика «Дичь дня». И увидимся мы с вами через неопределенный промежуток времени. От трех до семи. Дичь дня.